Свой выбор сделал и капитан команды «Металлург» Егор Яковлев. Он проголосовал на избирательном участке в гимназии номер 53. Для Егора 17 сентября – день особый. Он отмечает свой 30-й день рождения. С юбилеем игрока поздравила и наша съемочная группа. В 8 часов утра избирательные участки открыли свои двери. Пока одни еще только собираются на выборы, другие уже активно голосуют. Одним из первых на участок пришел электромеханик Александр Щелоков. В субботу и воскресенье я занят. А сегодня вот самое то получается. Что? Ну это хорошо, что три дня. Это обычно все разбегаются, кто куда. Кто по деревням, кто по садам, как говорится. Ну вот я и решил сегодня проголосовать. Все избирательные участки обеспечены необходимым оборудованием. Голосование проходит с соблюдением санитарных норм. На входе каждому избирателю измеряют температуру и при необходимости выдают защитную маску. И только после участник голосования проходит к столу для регистрации. После регистрации избиратели получают вот таких два бюллетеня. На одном предлагают проголосовать за партию, на другом за кандидатов депутаты. Бланки избирателей заполняют в специальной кабинке за закрытой ширмой. Недействительными будут считаться пустые бюллетени и те, на которых будут заполнены два и более квадратов. Избирательный участок 13-44. Небольшой в списке избирателей всего 801 человек. В их числе и хоккеист Егор Яковлев. Считаю, такая гражданская ответственность моя. Хочется выбирать, участвовать в том, что происходит у нас в стране. Сразу после выборов Егора Яковлева и его команду ждет долгий перелет. А пока капитан команды раздает автографы и принимает поздравления. В свой умиле Егор и желает. В долголетии хоккейных, наверное, и самое главное, чтобы травмы не тревожили. И я как можно дольше мог играть и радовать болельщиков. Избирательные участки будут открыты до 8 часов вечера. После закрытия бюллетени соберут и поместят в специальный сейф. Все бюллетени, которые находятся в переносных ящиках для голосования, то есть все бюллетени, где избиратели голосовали на дому, мы должны будем их не пересчитывая, переложить в сейф-пакеты и уложить в специальный сейф, приготовленный для сейф-пакетов. То же самое мы должны будем провести с стационарной урной. Это хранится все в отдельном сейфе, который опломбируется специальными пломбами. И это будет скрыто только после окончания голосования, то есть после 20 часов 19 сентября. Выборы пройдут в течение трех дней и завершатся 19 сентября. Те, у кого есть уважительная причина, могут проголосовать на дому. Для этого необходимо позвонить в участковую избирательную комиссию и подать заявку. Ольга Аникина, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН». Продолжение следует...